Всем привет! В этом обзоре на канале Geysit.com мы поговорим о мини-ПК среднего класса из серии Gigabyte Bricks. После анонса летом 2015 года процессоров линейки Intel Skylake, пополнение уже хорошо знакомой серии мини-ПК Gigabyte Bricks моделями с новейшими CPU стало лишь вопросом времени. Одним из них и оказался герой этого обзора, который может похвастать двухъядерным процессором Core i3-6100U с интегрированной графикой Intel HD Graphics 520. Упаковка мини-ПК представлена достаточно крупной коробкой. Ключевые его особенности отображены на ней в виде наглядных рисунков. В комплект поставки вошло крепление веса, блок питания с разными вилками, диск с драйверами-утилитами, набор болтиков и руководство пользователя. На первый взгляд может показаться, что его корпус выполнен из алюминия, однако это не так. Использованный в качестве основного материала внешнего оформления пластик, очень удачно стилизован подшлифованный алюминий. При этом поверхность намного более практичная, чем глянцевый пластик, поскольку хорошо скрадывает отпечатки пальцев и пыль. На верхней панели расположена единственная кнопка, отвечающая за включение системы. Она обладает LED-подсветкой, которая загорается после включения ПК. Лицевая и тыльная стороны отведены под различные интерфейсы. На передней находятся два порта USB 3.0 и два аудиоразъёма для наушников и микрофона. Остальные разъёмы сосредоточены на тыльной панели. Нижняя сторона представляет интерес лишь информационной наклейкой и четырьмя резиновыми ножками. Две боковые панели отведены под вентиляционные отверстия, которые необходимы для лучшей циркуляции воздуха. Внутри пластикового корпуса установлена алюминиевая рама для крепления всех комплектующих. Обратная сторона нижней крышки предназначена для установки 2,5-дюймового накопителя толщиной 7 либо 9,5 мм. Сняв нижнюю панель, сразу же открывается доступ к двум слотам оперативной памяти формата SODIMM и предустановленному модулю беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Дополнительно предусмотрена возможность установки второго накопителя формата M.2. На дне корпуса с внутренней стороны установлены антенны беспроводных интерфейсов, поэтому не следует размещать мини-компьютер вблизи источников радиопомех. Устройство оснащено предзагрузчиком BIOS с классическим интерфейсом. Функциональные возможности по настройке параметров достаточно скромные, а ключевой акцент смещён исключительно на информационную составляющую, то есть на демонстрацию отдельных параметров установленных компонентов. Используемый двухъядерный процессор Core i3-6100U с тактовой частотой до 2,3 ГГц характеризуется низким энергопотреблением. Номинальный TDP составляет 15 Вт, но при желании его можно уменьшить до 7,5 Вт. Также поддерживается технология Intel HyperTrading, позволяющая обрабатывать одновременно до 4 потоков. Присутствует и режим энергосбережения, в котором рабочая частота опускается до 500 МГц. Интегрированный контроллер оперативной памяти обеспечивает поддержку DDR3L модулей в двухканальном режиме с частотой до 2133 МГц и напряжением 1,35 В. Максимальный объём может составлять 16 ГБ. Встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 520 состоит из 24 исполнительных блоков. Его базовая тактовая частота составляет 300 МГц, а динамическая может повышаться до 1 ГГц. Оно поддерживает актуальные API DirectX 12 и OpenGL 4.4. Вычислительная мощность мини-ПК находится на очень хорошем уровне. Среди представленных конкурентов он немного уступает только Core i5-5200U, который может работать на частоте до 2,7 ГГц. Производительности устройства более чем достаточно для комфортной работы с повседневными задачами. Это может быть обработка офисных документов и фотографий, запуск мультимедиа, поиск информации в интернете или что-нибудь ещё. Что же касается игровых возможностей, то они находятся на уровне видеокарт начального уровня. То есть эта модель способна обеспечить достойную частоту смены кадров лишь на минимальных настройках качества и при разрешении 720p. Отдельно выделим хорошее соотношение производительности и энергопотребления, которое при максимальной нагрузке в синтетических тестах не превышало 38 Вт. В процессе тестирования максимальная температура корпуса наблюдалась на задней панели, поскольку именно там размещена вентиляционная решётка, через которую выводится горячий воздух. Её температура составляла 65 градусов. Для остальных сторон она лежала в диапазоне 30-40 градусов. Что же касается температуры процессора, то при 50% нагрузке в W Prime она достигала 54 градусов, что является хорошим результатом. После 15 минут стресс-теста AIDA64 она повысилась до 80 градусов, из чего можно сделать вывод, что система охлаждения способна предотвратить перегрев процессора, ведь критическая температура составляет 100 градусов. Тем более, что при повседневном использовании таких нагрузок не будет. Так что переживать по поводу перегрева ключевых компонентов точно не стоит. Уровень шума становится некомфортным лишь при максимальной скорости вентилятора 5900 оборотов в минуту. Снижение до 5000 оборотов в минуту понижает его до приемлемого среднего уровня, а при 3000 он едва ощутим. Подводя итоги тестирования, можно сделать вполне однозначный вывод, что данная модель занимает выгодную позицию в среднем классе. Она отлично подойдет для мультимедиа и повседневной работы. Что же касается игр, то рассматривать неттопы без дискретной видеокарты можно исключительно для нетребовательных проектов. Да и там придется ограничиться низкими настройками графики и понижением разрешения. Абстрагируясь от уровня производительности, этот мини-ПК нам понравился стильным и практичным дизайном без марки глянцевых элементов. Возможностью установки традиционного 2,5-дюймового и компактного М2 накопителя, интегрированным модулем актуальных беспроводных интерфейсов и хорошим набором внешних портов. Несмотря на компактные габариты, система охлаждения хорошо справляется с отводом излишков тепла, обеспечивая при этом достаточно комфортный звуковой фон. Каких-либо серьезных недостатков в процессе тестирования мы не обнаружили, а к особенностям можно отнести невозможность подключения аналогового монитора. Но в современных реалиях порт HDMI или DisplayPort присутствует у многих моделей. Также напомним о необходимости дополнительной покупки оперативной памяти и накопителя. На этом все, спасибо за внимание, будем рады увидеть ваши комментарии и лайки. Подписывайтесь, оставайтесь с нами и до новых встреч!